Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Скани, я психолог, я психотерапевт, мастер системного моделирования и системно-функционального дизайна. Сегодня я хочу начать цикл встреч, посвященных системно-функциональному дизайну, автором которого я являюсь и о котором я хотел бы рассказать подробнее тем, кого это интересует. В первую очередь я хочу сказать, что системно-функциональный дизайн это метод практической психологии и психотерапии. Но в процессе его создания я вышел на такие осмысления и сделал такие разработки, которые касаются всей системы гуманитарных знаний. Что я думаю о системно-функциональном дизайне будет интересен всем, кто интересуется и философией, и психологией, и политологией, и даже социологией. И в том числе он будет полезен и интересен всем, кто так или иначе связан с деятельностью, где центральное место занимает человека. И именно для этих людей, для этой цели я начинаю этот цикл. И хочу сказать, что у этого метода есть своя предыстория, своя история возникновения. Первоначально он первые шаги в этом направлении сделал, изучая системное моделирование у Алексея Васильевича Зелинского, это очень известный в Украине мастер расстановок, создавший свое собственное направление расстановок, системное моделирование. Мы обучились у него, и именно там, критически осмысляя расстановки по борту Хелленгеру, семейной системной расстановки, я в принципе начал искать новые видения, пока еще в русле системного моделирования. И именно тогда, именно в то время, я столкнулся с удивительным сходством некоторых положений, принципов системного моделирования, системных расстановок борта Хелленгера с китайской философией. Эту идею я тогда высказал Александру Васильевичу Зелинскому, и в принципе, ну так она и осталась в моей памяти. Впоследствии, уже занимаясь системным моделированием как мастер, работая с клиентами, накапливая какой-то опыт, я почувствовал определенную ограниченность, как и метода системного моделирования, так и метода семейных системных расстановок, которые я уже изучал самостоятельно по книгам Буэрта Хелленгера и по соответствующим существующим видео. Это ощущение, что что-то не так, что есть какие-то сложности, есть какие-то неэффективные моменты в том, как учили и Буэрт Хелленгер, и Александр Васильевич Зелинский, закончились тем, что я познакомился еще с одним направлением психотерапии, психоанализа, системно-векторным психоанализом. Этот системный векторный психоанализ был создан Виктором Толкачевым, и он помог мне связать все эти идеи, найти ответ на все мои сомнения, на все мои поиски. И системно-функциональный дизайн, если сказать так формально, это синтез метода семейных системных расстановок Буэрта Хелленгера, системного дизайна Александра Васильевича Зелинского, системно-верторного психоанализа, и основой для этого синтеза, или как бы такими основополагающими принципами этого синтеза, стал идея китайской философии, принципы китайской философии, сложенные в книге «Перемен». Вот удивительно, я всегда интересовался китайской философии, китайской культуры, что многое из этих принципов совпало с разработками европейских психологов, психоаналитического, психодинамического направления. А тогда я понял, что то, что создали Барк Эринга и Александр Васильевич Зелинский, в принципе, несет на себе отпечаток их личностей. Сильных сторон их личностей, но одновременно сильные сторон их личностей придали этому определенную ограниченность. И именно системно-верторный психоанализ помог мне увидеть структуру их личности, особенности характерологические их личности, и почему именно это произошло. И захотелось выйти за пределы этих ограничений. То есть, захотелось создать что-то более универсальное, в котором бы и учения, и метод Барта Хеллингера, и метод Зелинского, они были как частные случаи рассматривались. И вот в результате достаточно длительных поисков первую заявку я об этом сделал в 2014 году на втором фестивале подарок мастера по системному моделированию и расстановкам. И вот прошло 4 года, и я думаю, что, в принципе, уже готов начать рассказ, начать рассказ об основных принципах именно системно-функционального дизайна. Субтитры создавал DimaTorzok